МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Жизнь полна неожиданностей. Мой первый день в столице Уругвай и Монтевидео был непомерно красив и, видимо, потребовал компенсации. Прогулки по старому городу и виды порта, красивый закат и ночь в уютной гостинице на утро обернулись сюрпризом. Составление протокола, объяснение, описание, надежды на верных служителей правоохранительных органов. Ужас, кошмар в самом сердце такого роскошного города. А Плеуха за восхищение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, кстати, черный чемоданчик был примерно такого размера. Когда вчера я заселялась в отеле, парковала машину, женщина на ресепшене сказала мне, что ее здесь лучше не оставлять. Я удивилась, почему она что-то объясняла по-испански, я не поняла. Вышла на улицу и посмотрела на знаки. Здесь действительно написано, что парковка, возможно, бесплатна только с 6 вечера до 10 часов утра. Я оставила машину на ночь, будучи в полной уверенности, что проснусь вовремя и переставлю ее в другое место. В 9 утра женщина мне позвонила снизу с ресепшена и сказала, что внизу ждет меня полиция. В полной уверенности, что я проспала, и мне уже выписали кучу квитанций, я радостно сбежалась вниз, но происшествие оказалось совсем иным. Ночью какие-то нехорошие люди разбили заднее стекло, залезли в автомобиль, открыли изнутри багажника и украли два небольших чемоданчика, которые я оставила на ночь, которые мне было лень нести наверх. Все это страшно неприятно, конечно, мой багаж стал легче, это здорово, но, в общем-то, никому такого не пожелаешь. Полиция уже оформила все бумаги и оперативно вызвала сюда на место происшествия сотрудника компании «Пунта Кармио». Даже не пришлось ему звонить. Когда я сбежала вниз, он уже был тут и сказал мне, что сейчас мы поедем менять стекло. Слава богу, это не будет стоить больше 20-30 долларов, и уже это радостно. Из полицейского участка я приехала прямиком в офис компании «Пунта Кар». Здесь машину у меня забрали и вернут ее через полчаса с новым вставленным стеклом. Кстати, войдя в мое бедственное положение, «Пунта Кар» решили заменить стекло бесплатно, чему я, конечно, рада, учитывая материальные потери, случившиеся со мной этой ночью. Я не успела позавтракать, настроение ни к черту, так что решила побаловать себя пирожными. Сходила в местную кондитерскую и купила немного сладкого счастья. Мой вен. Готово, отлично. Всего-навсего полчаса. Здорово. Я хочу задать Фернандо несколько вопросов, чтобы со мной не случилось больше ничего подобного. Он расскажет мне, как нужно водить машину и как перестраховываться не только в Монтевидео, но и, в принципе, в Уругвайе. Фернандо. Фернандо, несколько вопросов. Для начала вы мне сказали, что парковаться на улице было небезопасно. Так где же нужно парковаться туристам-автомобилистам? Начнем с того, что в городе есть платные и бесплатные парковочные места. В центре и в старом городе придется платить днем. Ночью машину лучше не оставлять, чтобы не произошло того, что случилось с вами. Сколько стоит парковка? Полчаса 8 песен. То есть 40 американских центов. Полчаса 40 центов. Да. Час, соответственно, 16. То есть 80 центов. А ночью? Ночью бесплатно. Считается время только с 10 утра до 6 вечера. Но это на улице. А что с паркингами? Паркинги. Ночь на закрытой парковке обойдется в 100 песо. То есть 5 долларов. А вот час в любое время суток стоит доллар. Правда, цена зависит от качества паркинга и района. Там, где много офисов и банков, цена может подниматься до полутора долларов. Если я паркуюсь на улице, как я оплачиваю стоянку? Я не видела ни одного специального автомата. Все верно, их нет. Вместо них небольшие киоски, на которых написано «Обитал». И в них покупается талон на парковку. На час, на два, сколько угодно. Если полиция увидит, что вы припарковались, а под лобовым стеклом нет талона, они заберут машину на штрафстоянку. Никакой штраф? За сколько можно вернуть? 200 долларов. 200 долларов? Нет. Да. Всего лишь за то, что я не заплачу 30 центов за парковку? А как понять, что я могу парковаться бесплатно? Смотрите, например, здесь отсутствует знак оплатной парковки. Плюс бордюр белого цвета. Там, где он желтый, парковаться нельзя. И если я стою под знаком «Парковка запрещена», то сценарий тот же. Эвакуатор и 200 долларов. 200 долларов. Ужас, как много. Такова же сумма штрафа за превышение скорости. А за серьезное превышение 500 долларов. Странно. Все же в Уругвай ездят быстро. Особенно на улице Рамбла. Там редко стоит полиция с радарами. Но если радар засечет вашу скорость, раскошеливаться придется по квитанции. А с конца этого года у нас будет введена система со штрафными баллами, как в Европе. Если радар засек превышение, то как будут развиваться события? Полиция меня остановит и выпишет штраф? Или он придет мне по почте? И доходит ли квитанции до России? Информация о штрафе оказывается в системе в день нарушения. Если прямо сейчас вы нарушаете какое-то правило, и вас засекают, квитанция тут же приходит в электронном виде в офис Пунта-Кар. Вот это да. Не знаете, на меня уже что-то пришло? Нет. По-моему, нет. Для нас это отличная система. Раньше туристы уезжали домой, а их штрафы, которые приходили по почте с опозданием, были вынуждены оплачивать мы. Сейчас информация мгновенно поступает в прокат. А когда турист сдает машину, мы предъявляем мы квитанции, и он их оплачивает. Вы точно уверены, что на меня ничего не пришло? На данный момент ничего. Пока нет у меня штрафов. Пока. Но помните, водите медленно. Максимальная скорость в Уругвае 110 км в час. Мы, русские, не можем водить медленно. У нас все ездят быстро. Только не здесь. 120 вместо 110, и у вас будут неприятности с полицией. На трассе полиция, не редкость. Каков штраф за проезд на красный свет или за неостановку перед знаком стоп? Такой же. 200 долларов. Фернандо, есть такие перекрестки, где вообще нет знаков. И не понять, у кого главное. По мне, они очень опасные. На них много аварий? Да, да. Но всегда преимущество у того, кто справа. Правда, аварий, их прям много. А как насчет вождения после бокала вина? Толерантность закона к вождению в нетрезвом виде равна нулю. То есть нельзя пить никому. Совсем нисколько? Нисколько. Ни глотка виски, ни бутылочки пива. Даже малейшее содержание алкоголя в крови уже правонарушение. А в Аргентине-то можно? Да, небольшое количество промилле допустимо. Вот еще что. У этой машины нет центрального замка. Есть ли вероятность, что я остановлюсь на светофоре, кто-то быстро откроет незаблокированную дверь и умыкнет мои вещи? Да. Как и везде, такая вероятность существует. Есть вор-мотоциклисты, которые хватают вещи из машины и быстро уезжают. Но это нетипичная ситуация. Крайне редкая. По-английски это называется shit happens. А если бы вор разобрали автомагнитолу, сколько бы я должна была заплатить? А, радио. 150 долларов. Только за радио. Да. Автомагнитола. Удивительным образом, среди всего того, что в попыхах или в силу неосмотрительности оставили в машине воры, оказался и этот предмет стоимостью в 150 долларов. Уж лучше бы они забрали радио, чем славную кофточку в бежевых кружевах. Впрочем, что поделаешь. Как учат мудрецы, умейте легко расставаться с вещами. Без кофточки в кружевах жизнь все равно продолжается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если днем водители нередко паркуются прямо на улице, то на ночь они обязательно ставят свои автомобили на закрытые охраняемые парковки. Такие, как это. Надежно и, по-моему, недорого. Особенно по сравнению с Москвой. 70 песо, то есть 3,5 доллара за ночь, всего-навсего 100 рублей. 90 песо за день и 710, 35 долларов в месяц. Эх, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ограбление заставило меня более тщательно разобраться в ситуации. Оказалось, что люди, собирающие деньги за парковку, многие из которых даже имеют бэджики, на самом деле никакие не парковщики, а обыкновенные бродяги, чаще всего наркоманы, составляющие одну большую мафию. В Южной Америке сейчас наблюдается большая проблема. Континент захлестнула новая волна синтетических наркотиков, один из которых, будучи производный от кокаина, стоит очень мало, быстро вызывает привыкание и буквально за год превращает людей в амбецилов, разрушая мозг. И вот эти ребята с мутным взглядом и шаткой походкой собирают деньги за парковку, которых им хватит на дозу, а заодно внимательно смотрят по сторонам, давая наводки своим дружкам-преступникам. Самое поразительное, что жители Монте-Видео терпят эту ситуацию и регулярно дают этим людям на чай, прикрываясь тем, что, мол, они бедолаги, нужно помогать. На самом деле, это обыкновенный мелкий рэкет, и водители откупаются, платят за то, чтобы эти так называемые бедолаги не изуродовали им автомобиль. Иногда события меняют наш взгляд на вещи, иногда открывают третий глаз. Купивший зеленую машину вдруг замечает, как много на дорогах зеленых авто, беременной женщине начинает казаться, что все вокруг беременные, а человек на костылях удивляется количеству собратьев по несчастью. Иными словами, мы видим то, что волнует нас в данный момент. И выехав на улицы города после неприятного происшествия, я с ужасом обнаружила другой Монтевидео. Бездомные собаки и бомжи, неадекватные граждане и бродяги, а на верхушке этой иерархии армия парковщиков-самозванцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне захотелось узнать, что же думают о преступности в Монтевидео местные люди. Мне посчастливилось, я встретила замечательного соседа, адвоката, который родился в Уругвай, но большую часть жизни прожил в Америке и сейчас вернулся сюда. Рикардо Бесера Альдамо. Корректо. Корректо. Все правильно. И сейчас я спрошу у него, как же он живет в старом городе в этом просто серпентарии. Рикардо. Рикардо, полицейские сказали мне, что жить в старом городе не слишком безопасно. Но у вас здесь, как я вижу, собственная квартира. Вы намерены тут поселились? Да, намерены. Я не чувствую, что здесь опасно. По происхождению, я уругваяц. Здесь родился, но всю жизнь прожил за границей. Так вот, по сравнению со многими местами на Земле и в Уругвай, и в старом городе очень безопасно. Я обожаю старый город. Он очень эклитичный и славный. Как и в любой европейской столице, историческая старая колониальная часть всегда обладает шармами. Антикварные магазины, уютные кафе и так далее. Такую атмосферу непросто найти в других районах Монте-Видео. И взгляните на эту архитектуру. Роскошь. Мы говорим о зданиях, которым 90-100 лет. И они прекрасно выглядят и крепко стоят на фундаменте. Я как раз живу в таком доме. И мой знакомый архитектор говорит, что этот дом простоит еще как минимум 100 лет. Поэтому я здесь живу. Все в шаговой доступности. Мне не нужно постоянно садиться за руль, если я хочу куда-то попасть. Это город в городе. И вы только посмотрите на этот шарм. Именно по этой причине я здесь остановилась. Не повезло. Какая у вас машина? Бежон. И вы не паркуетесь на улице? Разве что на пару минут. Если вы оставите машину без присмотра на долгое время, особенно с вещами внутри и на виду, вы дадите повод. Воришек всегда интересуют и автомагнитолы, особенно в арендованных машинах. Они специально отслеживают автомобили, взятые на прокат, потому что знают, туристы доверчивы, оставляют в машине вещи и вообще не всегда ведут себя осмотрительно. Если я оставляю машину здесь, я периодически наблюдаю за ней сверху из квартиры. Но лучше всего парковаться на платный стоян в закрытом охраняемом гараже. После Монте-Видео я еду на курорт Пунта-де-Лесте. Считается самый дорогой и безопасный в Уругвай. Там мне нужно быть осмотрительной. Да, везде, как и в любой части света. Не оставляйте внутри вещей, вашу дамскую сумочку, никаких денег, даже мелочь, заметную со стороны. И даже в багажнике лучше ничего не оставлять. Наклейка, говорящая о том, что машина взята на прокат, это зеленый свет для воришек. Храните вещи в отеле и желательно дорогому. А с вами лично когда-нибудь происходила история, подобная моей, автомобильная кража? Пару недель назад я припарковался на 5-7 минут прямо здесь, у входной двери в свой дом. Я поднялся наверх, а когда спустился, окно в машине было разбито. Оказалось, я оставил мелочь в пепельнице на торпеде. Ее было видно. Воры с корнем вырвали эту пепельницу ради какой-то мелочи. Конечно, было неприятно. На следующий день я повез автомобиль в автосервис. Замена стекла и пепельницы не стоили дорого, но все равно потребовали расходов. Но это моя собственная вина. Я в этом уверен. А как же так получается, что старый город просто наводнен специальной туристической полицией и неприятности все же случаются? Неужели правительство не может положить этой истории конец? Это часть нового Уругвая. Совсем недавно уровень жизни был почти поголовно высоким. Сейчас все изменилось. Но люди все равно должны работать. И для некоторых преступность единственный способ заработка. Думаете, ничего не изменится? Думаю, изменится. Все меняется. Но хоть вооруженных ограблений, как в Бразилии, здесь не бывает? Нет, конечно нет. Уругвай в целом невероятно безопасная страна. Самая безопасная в Латинской Америке. Даже в Аргентине случаются вооруженные нападения на туристов. Но только не здесь. Многие иностранцы именно из-за благополучного климата Уругвая предпочитают жить здесь, когда есть выборы между южноамериканскими странами. Каким единственным словом вы можете описать Монтеледео и дух этого города? Одно слово. Живой. Постараюсь Монтеледео таким и запомнить. Но все равно впечатления немного подпорчены. Думаю, пора уезжать в Пунто-де-Лесте. Спасибо огромное. Мои удовольствия. Обалденно. Безопасного вам. Отлично. Спасибо. Эх. Что же делать? Будем двигаться дальше. Самый надежный способ выбраться из города, избегая паутины односторонних улиц, в которой можно погрязнуть, это поехать вдоль реки Де-Ля-Плата по Рамбле. К сожалению, в свете текущих событий у меня даже не было времени ее как следует обкатать. Между тем, это самая красивая улица Монтеледео. Не зря же ее называют Серебряной Чашей. Рамбла рай для всего, что движется. Автомобилем здесь раздолье. Никаких перекрестков через каждые 50 метров, как в центре. Светофоров раз-два и обчелся. И если верить Фернандо, полное отсутствие полицейских с радарами. Гоняй, не хочу. Бестолковое вождение демонстрируют столичные жители. Ладно бы только в тех местах, где нет разметки. А таких, кстати, много. Так и на размеченных дорогах они совершенно не соблюдают полосность, очень опасно режут углы, едут то быстро, то медленно, километров 30 в час. И самое главное, вообще не смотрят в зеркала. Захотели, сделали. Особенно меня умиляют люди, которые еле плетутся, заняв две полосы. По половинке в каждой. При этом они не реагируют ни на моргание дальним светом, ни на клаксон. Просто едут. Радио двигаются парамбле не только машины. Этот бульвар или аллея – всеобщее место как активности, так и отдыха. Летом любителями солнечных ванн забиты все местные пляжи и в любое время года здесь прогуливаются, занимаются спортом, целуются и тискают друг друга, выгуливают собак и детей, рыбачат и катаются на яхтах. Короче говоря, наслаждаются жизнью. И как не заразиться такими положительными эмоциями? Черт с ним, с ограблением. Субтитры создавал DimaTorzok Да, водят в Монтовидео довольно агрессивно, с превышением скорости. Отчего нерегулируемые перекрестки для меня не очень приятная тема. Сразу и не поймешь, кто кого пропускает. Такая история, как в России, если дорога шире, значит она главная, здесь работает не всегда. По идее, действует правило помехи справа, но подъезжая к перекрестку, не знаешь заранее, в какую сторону движение на перпендикулярной тебе улице. В итоге, первым едет тот, кто наглее. Но дураков везде хватает, и я предпочитаю притормаживать и не рисковать. Тем более на прокатном автомобиле с такими страховыми условиями. Напомню, что в Уругвайе в случае аварии, произошедшей по вашей вине, вы платите фиксированную сумму. Что-то в размере 600 долларов при несерьезных повреждениях и где-то полторы тысячи при несерьезных. Субтитры создавал DimaTorzok